Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Сегодня в Казахстане работает госкомиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Это комплексная работа по изучению истории и проведению архивных исследований. В Казахстане в Казахстане Субтитры предоставил DimaTorzok Их точное число неизвестно до сих пор. Мемориальный памятник жертвам политических репрессий установлен на месте политической казни в 30-х-40-х годах. Это самая трагическая страница нашей истории. Жертвы репрессий даже не знали, за что их казнят. Их потомки в неведении, где искать могилы своих предков. Мы не знаем, кто лежит в этой братской могиле. Порядка 6 тысяч человек стали жертвами политических репрессий в Акмолинской области. Среди них не только осужденные по политическим мотивам, но и бывшие военнопленные, спецпереселенцы, пострадавшие во время Голодомора. Это результаты исследовательской работы местных ученых, которые изучили архивные фонды. Подробности расскажет наш корреспондент Аслан Абаталипов. Период 30-х годов прошлого века, который часто называют годами репрессий, ученые-историки Акмолинской области изучают уже несколько лет. Провели ряд экспедиций, исследовали архивные фонды и сделали ряд открытий. Нам удалось обнаружить места, где жили спецпереселенцы. Их называли отдельными лагерными пунктами Карлага и Алжира. О них нет упоминаний или каких-либо сведений. И сейчас от них остались лишь немногочисленные следы. Документы, связанные с этим периодом истории, ученые тщательно исследовали в закрытых архивах. Многие дела десятилетиями находились под грифом «совершенно секретно». Документы 1 800 граждан направлены в Государственную комиссию для реабилитации. У нас есть те, кто до сих пор еще не получил реабилитацию. Они считаются, вот эти документы у нас имеются в архиве полиции. Мы их сейчас передали в Алма-Ату, в архив президента. Но многие там ребята оказались необоснованно осужденными. Вот эта работа предстоит, чтобы изучить их дела, чтобы вернуть честное имя наших граждан. Сейчас в парламенте рассматривается законопроект о полной реабилитации жертв политических репрессий. Если он войдет в силу, то можно будет реабилитировать репрессированных граждан без обращения их родственников. То есть на основании наших исследований. На основе архивных документов и итогов исследований ученые выпустили пять сборников. В них собраны материалы о трагических страницах истории Казахстана. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Кохшетау, 24КЗ. Все мы продолжим обсуждать с нашим экспертом. К нам присоединяется руководитель Центра прикладных и научных проектов архива президента Кайрата Алимгадзинов. Кайрат Шукаримович, здравствуйте. Вы меня слышите? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что еще продолжается большая кропотливая работа по изучению материалов, связанных с периодом репрессий. Что сделано и что еще предстоит сделать? За последние два года архив президента из трех специальных государственных архивов, архивов комитета национальной безопасности, генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, принял порядка 600 тысяч архивных дел. По объему, если сравнить, вот за сто лет сколько накопилось в архиве президента, начиная с 1918 года, нам удалось принять за два года. И этот огромный пласт документов, его предстоит ввести в состав национального архивного фонда, то есть обеспечить постоянное государственное хранение и ввести в научный оборот для исследователей. За три года работы в государственной комиссии исследователи, историки, члены государственной комиссии, региональных групп ознакомились в целом где-то порядка около 10% от всего объема полученных документов. То есть мы понимаем, что предстоит еще большая работа по изучению этих документов. А в чем основная сложность? Эти документы, благодаря закону 1998 года о Национальном архивном фонде и архивах, была введена норма о том, что нельзя уничтожать документы до 1956 года. И благодаря этому огромный пласт документов 20-40-50-х годов, он сохранился. Дело в том, что эти документы не относились к документам постоянного срока хранения, находились в одном, скажем, в ведомствах временно. И благодаря решению президента о создании внутри архива президента Центра изучения материалов политической репрессии, эти документы сегодня централизованы, находятся в архиве президента, проходят научно-техническую обработку, фондирование, и после всего этого исследователи могут получить доступ к работе с этими документами. Уже сегодня эти документы исследователи работают. Скажите, а вы работаете с зарубежными коллегами? Наверняка большая часть документов даже не в нашей стране. Касательно нашего периода и истории массовых политических репрессий 20-50-х годов, тут следует сказать, что частично документы, связанные с казахстанцами, по этому вопросу находятся в зарубежных архивах. В архивах Польши, в архивах Германии, встречаются Австрии. Это те документы, связанные с периодом Второй мировой войны. Часть документов, возможно, может быть обнаружена и в архивах Турции, в Китае, связанные с историей беженцев, которые в годы массового голода вынуждены были бежать за пределы Казахстана. Ну и вот как с ними работа налажена, с Российской Федерацией? Архив президента тесно сотрудничает с архивами. Мы у нас есть, ну я имею в виду, у нас в Казахстане специалисты, которые выезжают в архивы России, изучают эти документы центральных государственных архивов России, в архивах Москвы, Петербурга, в специальном архиве в городе Подольске, в военном архиве Министерства обороны России. В архиве изучается архив президента, сотрудничает с нашими зарубежными архивными учреждениями, партнерами. Мы организуем разного формата мероприятия по популяризации этих документов. Это может быть документальные сборники, историко-документальные выставки. И к юбилею войны, к примеру, Второй мировой войны, нами была в 2020 году издана книга по закрытым ранее документам «Рассекреченная война 1941-1945 года». Это по тем документам, которые одними из последних в 2008 году были в архиве президента рассекречены. Хорошо, спасибо большое за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. Напомню, на прямой связи со студией был руководитель Центра прикладных и научных проектов архива президента Кайрат Аримгазинов. Продолжаем выпуск. Теперь к другим темам. Казахстан больше не в черном списке. Еврокомиссия окончательно сняла с нашей республики все ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта. Решение принимали авиационные власти 27 стран. На заседании Комитета Европейской комиссии наша делегация рассказала о безопасности полета в стране и об устранении нарушений, которые ранее выявили еврокомиссары. В профильном ведомстве отметили, работа велась при содействии посольства Казахстана в Бельгии. Ее начали еще 15 лет назад, и только в феврале этого года эксперты из Евросоюза провели техническую оценку системы обеспечения безопасности полетов. Они отметили существенные улучшения в развитии гражданской авиации. В Восточно-Казахстанской области из-за пика межсезонья дешевеют овощи и яйца. Цена на них в социальных павильонах снижена почти на 20 и 16 процентов соответственно. Так аграрии сбывают излишки прошлогодних товаров, а птицеводы наращивают объемы производства в весенний-летний период. Между тем, в Усть-Каменогорске пытаются предусмотреть рыночные ценовые колебания и расширить площадь дискладирования самых востребованных продтоваров. В нюансах обеспечения продовольственной безопасности разбирался Вячеслав Фитлугин. Весенний обвал цен на овощи в социальных торговых точках восточно-казахстанцы всегда воспринимали скептически. С апреля по май на прилавки выкладывали прошлогодний товар. В этот раз жители Усть-Каменогорска приятно удивили свежим для мая картофелем капустой и луком. Причем в совокупности эти товары подешевели почти на 20 процентов. Подешевела капуста, подешевел лук. Про качество. Качество хорошее. Каждый день берут. Приток людей повышается. Еще очень подешевели яйца. С 570 до 410 тенге. Для нас, пенсионеров, это большая скидка. Поэтому стараемся закупиться. Продлевать свежесть прошлогодних овощей научились с открытием современных складов хранения в новом оптово-распределительном центре. Например, картофель содержат в бункерах с климат-контролем и особенным освещением. Вот эти зеленые цветы называются специальные фитолампы. Они сделаны для того, чтобы картофель в процессе своего хранения не зеленел. Тем самым сводят на нет выбраковку продукции. Товар не портится, а предприниматели снижают убытки. Мы знаем, что картофель это живой продукт. Он дышит. Во время дыхания он выделяет влагу, он выделяет СО2, углекислый газ. Все эти продукты фиксируются специальными датчиками. И при превышении у нас специально идет вентиляция. И поэтому продукт чувствует себя в первозданном виде. Для сохранения овощей построены два хранилища с площадью больше 19 тысяч квадратных метров. Складировать тонны мяса и яиц пока негде. Нет приспособленных помещений. Сегодня в регионе регулируют цену на большую часть из 19 наименований социальной продукции. В основном это овощи. Расширить ассортимент не удается из-за нехватки площадей, складов. Поэтому уже в этом году в Искаменогорске построят такой необходимый павильон для хранения мяса и молока от стабфонда. Поэтому цены на мясо и яйцо пока диктуют лишь рынок. Дилеры и сельхозпроизводители. Между тем, куриное яйцо дешевеет. В весенний период с крупными птицефабриками пытаются конкурировать региональные крестьянские хозяйства. В 2023-м в малых птичниках региона произвели свыше 80 тысяч штук яиц. В масштабах страны сегодня действуют 32 птицефабрики яичного направления. По прогнозам Минсельхоза запустят еще пять. Поэтому в регионах готовят павильоны для хранения все больших объемов сельхозпродукции. С запуском торгового зала Урсалтай уже, думаем, можно будет стабилизировать цену на мясные, молочные продукции и так далее. Постоянно ведется работа с поставщиками по снижению того или иного наименования. Заготовку продукции в Прок тоже рассматривают как механизм обеспечения продовольственной безопасности. С открытием оптовых площадок сокращают цепочку дилеров-посредников. В частности, сегодня в Казахстане работают больше 1100 складов овощехранилищ, созданных частным бизнесом. Вячеслав Витлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. 24КЗ. Теперь о событиях в мире. Пострадавших от паводков в районах Бразилии растет заболеваемость и смертность от инфекции, передаваемых через грязную воду. С начала мая зафиксировали около 2300 бактериальных заболеваний, включая дизентерию, гепатит А и Б, а также 17 летальных случаев. 7 из них официально умерли из-за лептоспироза. Остальные проходят проверку, сообщает Рейтер. Напомню, мощные наводнения на юге Бразилии унесли жизни 170 человек. Больше 800 тысяч пострадали. Около 50 числятся пропавшими без вести. Бедствие поразило более 80% муниципалитетов штата Рио-Гранди-Дусу. Я оставила без крыши над головой свыше полумиллиона человек. И вернемся в Казахстан. 18 вранчебных амбулаторий и фельдшерских пунктов в этом году откроют в отдаленных районах Восточно-Казахстанской области. В формате национального проекта модернизации сельского здравоохранения в селе Прапорщиков презентовали обновленную амбулаторию. Она примет больше 3000 местных жителей. По оснащению СВА превосходят городские больницы. Предусмотрен дневной стационар, кабинет стоматолога, лабораторий и реабилитационный центр. Сельчанам больше не придется выезжать в райцентр и неделями ждать записи к врачам. У нас своя врачебная амбулатория в Прапорщиково есть, но сейчас с дневным пребыванием это, конечно, большое удобство для населения. При стационаре нам необходимо было ездить в поселок Глубокое, а сейчас это более удобно, конечно. Это для нас вообще, честно говоря, большое открытие, потому что старое здание у нас всем нормам СЭС и санитарно-эпидемиологической контроли не соответствовало. Но с этим зданием у нас будет очень много возможностей, так как здесь у нас есть дополнительные кабинеты открытия, реабилитационный кабинет полностью укомплектованный. И еще одна новость из ВКО. Юридические консультации и госуслуги за один день получили тысячи восточно-казахстанцев в рамках акции «Народный юрист». Представители всех региональных ведомств объединились и организовали прием граждан. На месте рассматривали и обращения крупных предпринимателей и населения, решали коммунальные проблемы, поднимали вопросы оказания медицинских услуг и социальных выплат. Через уполномоченного по правам человека проживающие в России казахстанские пенсионеры добились получения пенсии без бюрократических барьеров. Прежде с казахстанцев, имеющих вид на жительство, в соседней стране требовали дополнительные справки и формуляры для оформления пенсии и пособий. Сейчас схему упростили. После нашей реакции и соответствующей рекомендации на уровне руководства Министерства труда и социальной защиты было принято решение протокольное о том, что на сегодняшний день гражданам Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана будут выписываться соответствующие пенсионные формуляры и отправляться для оформления пенсии в Российскую Федерацию. В Уральске продолжается масштабная республиканская акция «Таза Казахстан». Ее поддержали больше 10 тысяч человек. Шители города очищали улицы от мусора, благоустраивали скверы, белили деревья и удобряли почву вокруг молодых насаждений. За месяц в рамках ЭКО-акции в областном центре высадили тысячи саженцев, деревьев и кустарников. Активисты планируют привести в порядок дворовые территории. В городе почти три сотни придомовых участков нуждаются в ремонте, по данным местных властей. В целом начали обустройство 30 дворов. Также бизнесом сажается компенсационная посадка по городу максимальная. Также ведется работа по благоустройству скверов. Сейчас у нас с начала года обустроили уже порядка пяти скверов по текущему ремонту. Это замена прущатки, обустройство фонтанов и прочие работы. 20-й сезон «Жасл Ель» стартовал в области Абая. В этом году к трудовым отрядам присоединились больше тысячи человек. Молодежь, которая активно участвовала в республиканской экологической акции «Таза-Хазахстан», продолжит заниматься благоустройством и озеленением региона. Например, в Радольхинском районе активисты ухаживают за саженцами сосны. По словам представителей молодежного ресурсного центра Абай-Жастара, проект позволит обеспечить сезонную занятость студентов. К трудовым дружинам может присоединиться любую желающую в возрасте от 16 до 35 лет. Здесь собрались самые активные молодые люди – участники движения «Жасл Ель». Очередной сезон открывается уже в 20-й раз, и молодежь в нашей области принимает непосредственное участие. Благодаря ответственному отношению активисты вносят посильный вклад в общее дело. И о спорте. Магомед Адеев покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. В федерации заявили, что были готовы к такому развитию событий, и уже на следующей неделе планируют определиться с кандидатурой нового тренера. Под руководством Адеева сборная Казахстана провела 19 матчей, в которых одержала 10 побед и до последнего боролась за выход на чемпионат Европы, который пройдет этим летом в Германии. В Астане построят специализированный центр для инклюзивных видов спорта. Об этом во время брифинга рассказал вице-президент Казахстанской федерации боча Аскар Хорошаш. Там будут развивать бочу, волейбол, голбол, баскетбол, регби и теннис на колясках, а также пара бадминтон. По словам спикера уже определили земельный участок, готовится проектно-сметная документация. Здание будет полностью адаптировано для людей с особыми потребностями, оснащено специальными подъемниками и лифтами. Спикер также добавил, что сейчас ведутся переговоры, чтобы оборудовать залы для боча в городских дворцах школьников. Мы для того, чтобы посмотреть лучшие мировые практики, выезжали в Бангкок на учебно-тренировочные сборы, о чем Назам говорила. В Бангкоке есть специализированный центр боча и посмотрели все преимущества этого центра. Я, недавно побывав в Лахте, в Финляндии, мы также некоторые архитектурно-планировочные решения для себя уже с точки зрения нашего климата и географии взяли. И поэтому надеемся, что в ближайшее время у нас появится проект, а потом и будет построен центр боча. К этому часу у нас все. Увидимся в 16.00. Субтитры создавал DimaTorzok